Энвил Баллиста Самоходное средство противовоздушной обороны. Обладает очень сильным вооружением, с большой дальностью стрельбы и очень низкой электромагнитной сигнатурой. Способна уничтожить практически любую наземную или воздушную цель, прежде чем она узнает, что по ней попало. Турель обеспечивает защиту всех пассажиров на случай, если вражеские корабли попытаются подойти близко к вам. Недавно мы провели много тестов данной техники. Для этого мы вызывали много баллист. Очень много баллист. Сейчас баллиста нельзя перевооружить на месте, и поэтому у нас осталось очень много использованной техники. Да, вот так мы и просадили сами себе фпс. Итак, добро пожаловать на нарезку наших эпичных моментов и также самих тестов Энвил Баллиста. Было выпущено очень много ракет. Было уничтожено много кораблей. Мы увидели кучу красивых взрывов и ночью, и днем. Было испытано очень много положительных эмоций у всех участвующих в данном тесте. Предлагаю вашему вниманию нарезку интересных моментов с нашего недавнего стрима. После же мы перейдем к самим тестам. Ух, 7% просадил, но они очень-очень быстро восстановились. Какой-то результат. Ой, сколько мимо летит! Пошли. А теперь начинается... Как это красиво... Меня как куда-то понесло даже. В конце данной нарезки я озвучу свои заметки касательно этих тестов и дам пару советов. Приятного просмотра. Так, три машины против 600. И раз, и два, и три. Погнали! Ракет-то много еще осталось! Сколько еще? 7 что ли врезали где-то в невероятном. Там пол этого еще осталось. У меня две пятерки и две семерки. Шестисотка! Виповая же повозка! Очень красивые! Люди, которые летят на этом корабле, когда они летят на аванпост, они чаще всего сидят и любуются красотой своего корабля. Потому что корабль, правда, довольно-таки интересный, симпатичный, красивый и так далее. Либо они просто ставят на автопилота, идут там ходить по кораблю, потому что внутри в нем тоже офигенно, очень красиво. Если вдруг вы этот корабль еще не видели, ребят, посмотрите обзор по этому кораблю. Он очень классный. И умирает он вообще просто прямо на ура! Честно, я думал, что он как-то поживучий будет получаться. Вот, по первым ощущениям, когда еще не смотрел датабазы, сколько у него жизни, счетов и так далее. Но сразу вспоминайте мой совет в одном из предыдущих видео. Когда вы летите на шестисотке, ребят, во-первых, сканируйте местность, и во-вторых, когда вы летите на аванпост, где есть место вызова наземной техники, обязательно летите от первого лица, потому что так вы хотя бы сможете увидеть, что по вам ведется огонь из баллисты. Потому что чаще всего люди летят от третьего лица и любуются корабликом. Вот, я сам над ним, когда летаю, я всегда тоже лечу от третьего лица. И в реалиях нынешнего патча и введения в игру такой техники, как баллиста, шестисотка, правда, получается под ударом. Ну что ж, мы ставили сразу три баллисты против шестисотки. У нас очень много ракет улетело лишних, у нас очень много ракет осталось незадействованными, потому что корабль, как оказался, довольно-таки неживучий. Вообще, он мало того, что не сильно маневренный, так он еще и неживучий, потому что у него 120 тысяч плюс-минус получается общих жизней. Учитывая, что урон ведется обычно по одному лепестку щита, по сути, одной баллисты, может быть, даже и хватит по шестисотке. Это уже отдельно надо тест провести. Если еще задействовать пулемет, я почему-то уверен, что одной даже баллисты по шестисотке хватит. Ладно, хрен бы с ним, вторая баллиста рядом просто будет стоять, как говорится, на поддержку. Две баллисты просто как делать нефига, несут вашу шестисотку. И вы будете очень красивым взрывом на очень красивом корабле. Поэтому, ребята, вспоминайте сразу советы, которые я говорил в предыдущих видео, чтобы очень красивым взрывом вдруг вы не стали. Вот. А так, по-честному, когда вы играете на баллисте, когда у вас есть выбор взрывать шестисотку, либо взрывать что-то другое, шестисотка не так страшна будет для самой баллисты, чем что-то другое. Лучше снести какой-то боевой корабль, торговый корабль. Это прям святое будет разносить, если вы играете такого плохиша, пирата и так далее. Игры еще на баллисте это делать, в конце концов, на данный момент, как бы в этой игре. Вот, ей-богу. Баллиста создано уничтожать, и вы будете сидеть и уничтожать просто все подлетающее к вам. Потому что шестисотка, она тяжела в управлении, ей очень трудно снизить высоту, нагнуться к вам, учитывая, что у нее фиксы, и стрельнуть по вашей баллисте, чтобы вас так или иначе взорвать. Другим кораблям это попроще делать. Ну, я говорю, что меньше шестисотки. Лучше сначала уничтожайте ту цель, которая, мало ли, может на вас огрызнуться. Шестисотку вы и так, по сути, добьете, либо просто отъедете назад в сейв-зону, как бы поменяете вашу баллисту, если вы на ней кончились ракеты, и эту шестисотку прихлопните просто вот на раз-два. Особенно, если вас двое на двух баллистах, ни одна шестисотка в жизни не выживет против такого обстрела. Даже с флайером и так далее, вы все равно ее закидаете. Ну что ж, переходим дальше. Если есть что добавить, ясное дело, пишите в комментариях. Погнали! Если данное видео было для вас полезным, то я буду крайне признателен за лайк, репост и подписку на мой канал. Только начинаете знакомиться с игрой, исследовать вселенную или воевать? Все станет намного интереснее, когда рядом есть друзья. Присоединяйтесь к крупнейшей русскоязычной организации Turbo Corporation. Мы можем обучить вас всему, от торговли и добычи руды до навыков эффективного боя. Регулярные ивенты с участием большого количества игроков. Мы располагаем самым большим парком кораблей, поэтому вы сможете полетать на всех доступных космических судах в самых разных ролях. Turbo Corporation. Мы меняем вселенную. Вся информация о вступлении в корпорацию на нашем дискорд сервере. Ссылка в описании. Регистрируясь и покупая игру по реферальной ссылке, которая находится в описании видео, вы получаете внутриигровой бонус и также принимаете участие во всех ежемесячных розыгрышах от канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова